Привет всем! Сегодня в обзоре будет вот такой китайский тактический рюкзак. Этот рюкзак для обзора был предоставлен моим одним знакомым. Ссылка на его YouTube канал будет в конечной заставке этого видео, а также под видео в описании. Если верить этикетке, которая есть на рюкзаке, то рюкзак сделан из нейлона. Но на этом нейлоне ПВХ покрытие не полиуретановое, не такое, как на Кордуре. Также на этом рюкзаке использовалась пластиковая фурнитура, молнии, десяточка номер 10. Бегунки все заменены, пулера на бегунках заменены на паракорд. Air Mesh использовался и полиамидная стропа 25,40 мм. Размеры рюкзака. Рюкзак по высоте 40 см, по ширине рюкзак 31 см, в глубину рюкзак 22 см. Из этих 22 см это отделение в глубину 5 см, это отделение 12 см и карман глубиной в 5 см. Этому рюкзаку уже 5 лет и заодно мы посмотрим, в каком состоянии рюкзак после пятилетней эксплуатации. Все отделения рюкзак накрывают клапан. Этот клапан имеет сверху объемный карман, на кармане стропы молли, липучки. И карман имеет размеры 15 см на 12 см и 4 см в глубину. Также чуть ниже идет плоский карман на молнии, на глубину ладони. На этом кармане также один бегунок. И вот так. Обычный карман без организации, без ничего. Внизу клапана на этом кармане. Нашито вот здесь много всего. Липучка Велкра, она идет как сверху этой нашивки, так и снизу здесь, и с поднизу. Можно какой-то тонкий предмет на липучке здесь фиксировать. Также петли 4 штуки, на которые нашиты, в которые продет шаккорд со стопором. Шаккорд очень толстый, наверное, миллиметров 5 в диаметре. Но уже из-за времени он потерял свою эластичность. И 40-миллиметровый фастекс, который расстегивается и открывается клапан. Вверху этого клапана имеется вот такое окно, через которое видна ручка для переноски рюкзака. Ручка сделана из 25-миллиметровой полиамидной ленты, на которой нашита дермантиновая накладка. А также из верхней части клапана выходят лямки рюкзака. Вот так это все сделано. Если сбоку посмотреть, то вот так это выглядит. Спинка рюкзака имеет три демпферные подушки. Внутри вспененный изолон толщиной до 1 сантиметра. Air Mesh. И вот так оно расположено. Лямки рюкзака имеют силовую ленту. Это пришито вот этими поперечными строчками. Здесь лента не пришита. Д-образные кольца имеются. Грудная перемычка, неподрезиненная, которую можно регулировать по высоте. Трехщелевые пряжки. И вот так входит в тело рюкзака. Лямка изнутри также сделана из 3D-сетки. Внутри мягкий наполнитель. Он уже немножко утрамбовался. Но оно все равно чувствуется и выполняет свою работу. Сбоку рюкзак имеет утяжки, которые застегиваются на фастексы. На небольшом расстоянии эти утяжки находятся. И лента этого рюкзака, они не такие уж и большие. То есть, образно говоря, в каремат скрутку сюда не влезет. Сюда влезет какая-нибудь небольшая вещь или тоненькая. По бокам основного отделения нашиты ленты системы ПАЛСМОЛЕ. Дно рюкзака выглядит так. Пришита лента направляющая для вот этой 40-миллиметровой ленты. И D-образное кольцо, для того, чтобы можно было облегчить утяжку рюкзака. Открываем фастекс клапана, поднимаем клапан и имеем доступ к другим отделениям рюкзака. Внизу рюкзака имеется объемный карман. Размеры кармана 25 на 18 сантиметров на 5 сантиметров в глубину. На этом кармане имеются стропы МОЛЕ. На стропы МОЛЕ нашита мягкая часть ВЕЛКРА. Вверху также 4 ячейки на 2 стропы МОЛЕ. Этот карман имеет на молнии 2 бегунка. Растегивается до половины. Внутри обшит карман подкладочной тканью, зашиты швы. И вот такая элементарная организация рюкзака. То есть небольшие кармашки. Маленький кармашек, также маленький кармашек. Чуть-чуть поглубже карман на глубину, на половину пальцев. И карман на глубину ладони. Это отделение кармана открывается одним бегунком. Плоское отделение. И не имеет никаких организаций. Чтобы добраться в два оставшихся отделения, расстегиваем фастексы и молнию. Два бегунка на молнии. Практически до дна расстегивается отделение. И имеем вот такой вид. Это самое большое отделение. Оно не имеет никакой организации, кроме одного плоского кармана на спинке отделения. Вот такое простое отделение. Все обшито везде подкладочной тканью. В этом отделении все стороны. И поливинил хлоридного покрытия не видно. И отделение, которое самое ближе к спине. Оно открывается также двумя бегунками. На половину плоское отделение. Имеется мягкий такой карман, который закрывается на липучку. Здесь удобно переносить планшет, ноутбук или гидратор. Отдельного выхода для шланга гидратора нет. Но можно выводить. Оставил шланг гидратора, можно выводить, оставил вот так при открытое отделение. И зафиксировал пуллеры, так чтобы молния не расходилась. Вот так рюкзак сидит на мне. Вид спереди. Сбоку. По спины. Состояние рюкзака этого за 5 лет носки. То есть, ну я хотел бы так сказать, что либо человек очень аккуратно с ним обращался, либо рюкзак еще относительно живучий. То есть он в очень хорошем состоянии остался. Что в нем вышло из строя или порвалось? Здесь чуть-чуть, вот, край окантовки вышел. Но это поправимо. Из-под окантовки вышел край ткани. Но это поправимо, это легко сделать. Вот так рюкзак выглядит изнутри основного отделения, поближе. Соответственно, понятное дело, что оно за 5 лет вымазалось немножко. Вот так выглядит изнутри этот карман объемный. Вот так выглядит ручка. Дермантин уже потрескался. Но я хочу сказать, при переноске дискомфорта это не вызывает. Ручка рюкзака пришита вот таким интересным способом. То есть она плоско пришита вот к этой части ткани. И надежно. То есть, несмотря на то, что здесь один раз прошлись машинкой, все равно вот ручка на месте. Ничего себе не отрывается. Вот так выглядит Air Mesh на спинке. Здесь в районе поясницы есть потертости. И лямки тоже потерты. В самых таких местах большого трения одна. И здесь вот вторая. Вторая. Порывов видимых я не нашел у этого рюкзака. То есть не вижу на дне отделений, чтобы осыпалось ПВХ покрытие. Вот так это покрытие выглядит на верхнем кармане клапана. Я не вижу, чтобы оно обтрусилось, оборвалось. В общем, как для китайского рюкзака, пятилетней носки, этот рюкзак еще отлично выглядит. Вот такой рюкзак сегодня был в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!